Приветствую вас и я продетал ваш вопрос и думаю, чтобы поделиться своим мнением по поводу этого вопроса. Я бы хотел сначала спросить у вас, а зачем вы интересуетесь этим? Для чего этого? Далее, эзотерика, гадание, предсказание существует как объективная реальность. И отрицать эту объективную реальность лично мне кажется неправильным, потому что она есть. Хотим мы этого, не хотим, она есть. Многие называют данную область по-разному. Кто-то около психологии, кто-то мистика, кто-то ферлатанство, кто-то театр, кто-то еще как-то. И по большому счету, сложно заключается в том, что эзотерика не использует в своей деятельности, в своих проявлениях научно обоснованные, доказанные и изученные методы работы. Ну, по крайней мере, я таких работ не встречал. В науке, в научном знании, в том, что можно доказать, то, что можно доказать, исследовать и изучить. Но это не значит, что если что-то не изучено, что что-то не работает, может быть и работает. Другое дело то, что это не подконтрольно. Другое дело, что это не стабильно, то есть кому-то, может быть, поможет, а кому-то, может быть, не поможет, кому-то навредит. Вот, например, в эзотериках много довольно есть претензий по поводу того, что не помогли, там, деньги заплатили, ритуал вроде бы провели, а помощи и никаких изменений не произошло, понимаете, то есть, как бы, вот, нестабильно это происходит, нестабильно, результат нестабилен. Психология же предлагает методы и способы взаимодействия с клиентом, например, или с людьми, которые нуждаются в помощи, такие, которые могут быть менее действенными, если мы говорим о времени, может быть, менее действенными, но зато более стабильными, более стабильными, более прозрачными и реальными. Это вот реальность. Реальность, это, пожалуй, ключевой момент, который можно назвать. Реальность, прозрачность, стабильность, научность. И, опять же, не уступая в пору со своими коллегами, мне просто хочется сказать, что каждому свое. Существуют разные взгляды, теоретические взгляды, на то, почему, по какой причине людям плохо. Ну, я имею ввиду, по какой причине людям плохо живется, например. И вот эзотерика говорит нам, что в том, что человеку плохо, виноват не он, и ответственным за это не он, а тех, кто вокруг него. Люди. Опружающие люди, аура, энергия, и так далее. И это надо чистить. И люди чистят. Но чистят, прибыть чистят. Это их право. А психология считает, что проблемы того, что человеку плохо, в нем самом, тоже имеют право на жизнь. И есть люди, которые согласны с этим, с тем, что все дело вот в окружении, в энергии, в том, что вокруг нас, и это нужно чистить. А здесь люди, которые считают, или склонны считать, что все дело в них, что-то они что-то делают не так. Есть, как до конца, те, которые не верят во что-то такое, не верят в мистику, не верят в энергию, не верят в ритуалы и так далее. Но этим людям тоже нужна помощь. И они обращаются к психологам. Поэтому я думаю, в зависимости от спроса, в зависимости от человека, в зависимости от взглядов человека может использоваться или эзотерика, или психология. И в зависимости от того, какой это человек, ему что-то поможет больше. Потому что, например, если человек верит, и если у человека достаточно сильна мистификация окружающей реальности, то психолога он просто не услышит, потому что для этого нужен определенный склад ума, для этого нужна определенная позиция, определенная концепция мира. И эта концепция мира хорошо, например, раскрывается эзотериками. И такой человек приходит к эзотерике. Основная цель у всех – это помочь другому. Как помочь – это уже не важно. Желание помочь – есть. Есть разные средства для помощи. И каждый человек выбирает сам, какими средствами ему воспользоваться. Бывает так, что, когда эзотерику пришел – не помогли, психологу пришел – помогли. Бывает и наоборот. И я думаю, что то, что у человека есть выбор, к кому идти, к кому обращаться – это здорово. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за просмотр! Субтитры создал DimaTorzok